В эфире новости губернии и вот о чем расскажем. Губернатор потребовал за две недели вернуть все как было до ремонта на проспектах Ленина и Шереметьевском. Вот еще и даю вам две недели, все верните и людей не суетите. Объясню почему. Кардинальных перемен без обсуждения с жителями быть не может, считает Воскресенский. В субботу над Ивановской областью прошел неблагоприятный атмосферный фронт. Без электричества днем остался 21 населенный пункт. Больше всего пострадали дома в деревне Песцово, Новое Вичевского района. А также вспомним о других расколах стихии. Плюс две магистрали. В Иванове отремонтируют больше улиц, чем планировали изначально. По просьбам горожан проведут в порядок Сарментовый и Революционную. Нашли мы решение с Министерством транспорта, нам немножко добавили. Мы в этом году их сделаем. Лишены должностей и арестованы в зале суда. В понедельник огласили приговор бывшим чиновникам Департамента сельского хозяйства, которые брали у фермеров деньги за выдачу грантов. Не справился с управлением, вылетел в кювет. Два человека в больнице. Один разряд и нету дома. Из-за молнии сгорело имущество у семьи в Кинишме. Расскажем, как помочь. Бородатая неясыть в Ивановском зоопарке отказалась заботиться о потомстве. Кто взял на себя роль нянек? В Иванове с Саншлагом прошел отчетный концерт хореографического коллектива «Лисенок». Так воспитанники почтили память своего педагога Валентины Лисовской. Информационные итоги дня подведем в прямом эфире. С вами Наталья Сергеева. Добрый вечер. Станислав Искресенский потребовал вернуть все, как было, до начала ремонта на проспектах Ленина и Шереметьевском. По словам губернатора, нельзя кардинально менять организацию движения без предварительного обсуждения с жителями города. Проекты реконструкции двух ключевых городских магистралей были опубликованы на сайте мэрии в апреле. Работы масштабные и были запланированы на два года. Вопросы к ним появились, как только стали видны первые изменения. К примеру, вдоль проезжей части начали убирать парковочные карманы, обещая впоследствии параллельную парковку. На отдельных перекрестках стали готовить место под выделенные полосы. Некоторые жалобы жителей в мэрию учли и внесли изменения в проект. Однако губернатор посчитал, что без широкого обсуждения с горожанами нельзя начинать масштабные работы. Станислав Искресенский потребовал от Департамента дорожного хозяйства и городских властей вернуть все, как было. Вот даю вам две недели, все верните, и людей не суетите. Объясню почему. Это принципиально моя позиция. Мы где что-то меняем, мы должны людям все это заранее рассказать, послушать обратную связь. Если мы считаем, что мы правы, значит убедить. Если мы считаем, что мы не правы, высушить людей и скорректировать проект. Мы так везде делаем. И где мы так делаем, там все получается. Да, у нас там по некоторым улицам были разные точки зрения, но разные. Но сейчас по некоторым объектам ничего людям не сказали, ничего не объяснили. Взяли там, где-то парковку убрали, где-то там остановки передвинули. Так не годится. Все верните, как было. Раз не было общественного обсуждения, нужно оставить все так, как горожане привыкли, добавил губернатор. И ограничится в этом году простой заменой асфальта и бордюра. Впрочем, расширенный тротуар на проспекте Ленина в районе площади Пушкина зауживать вновь не будут. Что касается центральных наших основных проспектов, сейчас еще раз посмотрим вместе с подрядчиками там, где они отклонились от проекта и где надо будет вернуть количество парковок, необходимое для подъезда к зданиям. И, соответственно, так, чтобы организация движения у нас не пострадала. То есть организация движения должна остаться такой же, как была до ремонтов. Список улиц, которые будут отремонтированы в этом году в Иванове, дополнены. Сейчас ведется поиск подрядчика для работ еще на двух крупных городских магистралях – улицах Сарментовой и Революционной. Об этом рассказал губернатор на встрече с жителями Ташкентской улицы, где ремонт уже ведется. Татьяна Прокопенко сейчас подробнее. Участок около километра. Здесь же восьмая школа. При ремонте учли пожелания и просьбы не только местных жителей, но и родителей учеников и учителей. К примеру, здесь значительно расширена парковка. Была грунтовая и всего на восемь мест, хотя очень востребована. У нас в школе 1160 учащихся. И это дети не только нашего микрорайона. Школа востребована, то есть есть традиции определенные. И утром, и в 12 часов, и вечером это была целая проблема с парковкой. За детьми родители приезжают, встать негде. В целях безопасности тут обустроили еще один пешеходный переход. Позже смонтируют лежачих полицейских. Местные жители рады тому, что удалось избавиться от луж на тротуаре. Здесь была большая лужа, здесь вообще ужас был. Сейчас стало очень все хорошо, красиво. Вот они ездят на самокатах. Думаю, что со всеми лужами, с которыми еще не разобрались, у нас разобраться получится. Нашли, в принципе, рядом ливневку, которую попробуем восстановить сейчас. Но если нет, то будем решать локальными ливнеприемниками. Помимо Ташкентской, отремонтировать в этом году в Иванове планировали еще 48 дорожных объектов. За счет дополнительного финансирования этот список удалось расширить. И включить улицы, о которых просили горожане. Не так давно, во время визита губернатора на завод «Профессионал», его попросили обратить внимание на Революционную улицу. Тогда Воскресенский ничего обещать не стал. А сейчас вопрос с ремонтом этой магистрали во Вдутине окончательно решен. Как и с улицей Сарментовой. Нашли мы решение с Министерством транспорта, нам немножко добавили. Мы в этом году их сделаем. В этом году. И с Сарментовой. А я специально говорю, чтобы уже все мосты отрезать. В этом году сделаем улицу Сарментовой, приведем в порядок. И улицу Революционную полностью приведем в порядок. Проектная документация по этим улицам уже готова. Сейчас стартовали конкурсные процедуры по поиску подрядчика. Татьяна Прокопенко, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Жители села Аньково Ильинского района борются с местным сельхозом. Несколько лет назад у предприятия АОЗАТа Анькова появился новый собственник. И он решил оградить свои поля весьма необычным способом. А именно, выкопав десяток траншей на общественных дорогах, перекрыл селянам пути в лес, к реке, пруду и не только. Обеспокоенные жители обратились в нашу редакцию и прислали видео. Это единственная дорога, ведущая к бывшей деревне Кривцово. На другой стороне начинается лес, где селяне всегда собирали грибы, ягоды и орехи. Там же охотничьи угодья общего пользования. Путь отрезан огромной траншей высотой в несколько метров. На этом сельхозпредприятие не остановилось и окопало дорогу с двух сторон. То есть, с одной стороны, отрезало местных от проезда в лес, а с другой – жители деревни Сатырево от самого близкого выезда на главную дорогу – Ростов-Иваново. Все дополнительные съезды тоже заблокированы. Сейчас все канавы затапливают водой, к тому же они обваливаются. Жители переживают, что в яму могут угодить дети. В экстренном случае спецслужбы не проедут. Но и на этом еще не все. Сельхоз самовольно установил несколько шлагбаумов около деревни Новоселка. Две перекрытые дороги ведут к пруду и на речку. В объезд около 7 километров. Третий шлагбаум перекрывает въезд на одну из улиц. Раньше здесь стояла мусорная площадка. Но машина, которая должна забирать с ТКО два раза в неделю, не приезжала уже месяц, так как не может развернуться из-за преграды. Жители рассказывают, обращения в местную администрацию ни к чему не привели. Сейчас несколько сотен селян собрали подписи и не оправили заявление в прокуратуру. Сейчас к другим новостям. Миноборона опубликовала видео с ивановскими десантниками из мобильного противотанкового резерва. Военнослужащие этого подразделения передвигаются на квадроциклах и используют противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Предназначено для быстрого мобильного действия, чтобы выехать на позицию, уже зная, где техника. Выехал, ударил, как говорится, и сразу уехал. Это предназначено для легкой бронированной техники и для танков. Также можно отрабатывать полукрепом. Десантники получают задание уничтожить бронированную технику и скопление сил противника в лесном массиве, после чего оперативно выдвигаются в указанный район. Расчеты на квадроциклах действуют быстро, чтобы избежать ответного удара. Их называют кочующими огневыми точками. 3 июня над Ивановской областью прошел неблагоприятный атмосферный фронт. Непогода сопровождалась ливнями, грозами, шквалистым ветром. Без электричества днем остался 21 населенный пункт. Это 8 тысяч жителей. Сильно пострадали дома в деревне Песцово-Новое Вичугского района. Подробности у Марины Зениной. Ураган прошел по территории Лухского, Вичугского и Юрьевецкого районов. Вот так после разгула стихии выглядела дорога на Юрьевец. Деревья вырвала с корнями и повалила на трассу. Автомобилисты вынуждены были ехать по одной полосе. Без электричества остался 21 населенный пункт. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий незамедлительно. По словам главы Юрьевецкого района Сергея Жубаркина, в Юрьевце электроснабжение восстановлено. Сейчас специалисты выезжают по индивидуальным заявкам. Меньше всего повезло жителям деревни Песцово-Новое Вичугского района. Они стали свидетелями смерча. Крыша была замечательная, синяя, из профнастила. Унесло за 600 метров. На дорогу. На дорогу. Вообще в разные стороны размело. Ад и апокалипсис. Так жители описывают стихийное бедствие. Срывало шифер и доски, падали бетонные столбы. Осколки деревьев и мусора летели в окна. Повредило автомобили. Это было часов в пять, наверное. Вечера. Вечера. И всего длилось минут пять. Я, блин, я не такой вообще. Но я понял, что холодный и жар, и теплый воздух сошлись. Вместе, да. Закрутило. Информации о пострадавших пока нет. По данным областного управления МЧС, в деревне частично разрушены 14 домов. Уже в выходные на место выехали активисты Народного фронта. Мы обнаружили здесь пенсионера, ветерана труда, малого Владимира Федоровича. Ему 74 года. На крыше у него отсутствует шифер. Взяли мы это дело под контроль. Будем помогать ему с восстановлением. Активисты планируют организовать сбор помощи. Постоянно в деревне проживает шесть семей. В основном это именно пожилые люди. Остальные – дачники. Как рассказали в администрации Вичугского района, по состоянию на утро понедельника электроснабжение в деревне почти восстановлено. Пострадавшие от стихийного бедствия могут обратиться в поселение за материальной помощью. Правда, ее размер не превышает 10 тысяч рублей. Марина Зельна, телекомпания «Барс». Стихии проносятся по Ивановской области не первый раз. Многие еще помнят страшный смерч 1984 года. И совсем свежие впечатления об урагане двухлетней давности. В июне 1984 года сильно пострадали пригороды Иваново. Деревня Беленица, Говядово, Семеновская станция «Текстильный». Очевидцы железнодорожники свидетельствуют, что даже мощный электрокран весом в 320 тонн приподняло на 2-3 метра и кинуло вдоль по линии. Были разрушены дороги, опустошены дома, помяты машины. По некоторым данным, трагедия унесла около 100 человеческих жизней. Примерно за три месяца разрушенные дома отстроили, транспортное сообщение восстановили. Природные стихии бушуют и в наше время. Так, в 2021 году, 15 мая, под удар попали Юревецкий, Шуйский, Родниковский, Пучешский, Пестяковский и Верхнеландиховские районы. 145 зданий в регионе лишились кровли. Движение по дорогам было затруднено. В Юревце без электричества и воды оставались около 9 тысяч жителей. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Чудесным образом никто не пострадал. Правда, от непогоды рухнул крест с колокольня главного Юревецкого храма. Из областного резервного фонда муниципалитетам выделили деньги на восстановление социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Вынесен приговор по уголовному делу бывших сотрудников департамента сельского хозяйства. Их признали виновными в получении взяток от фермеров. Чиновники были задержаны летом 2020 года. Суд установил, что преступления совершали замначальника департамента Сергея Кропотова и начальника отдела по развитию сельских территорий Иван Голицын. К моменту возбуждения уголовного дела они уже были уволены. Чиновники помогали фермерам получать грантовую поддержку. За содействие брали с них деньги. Кропотова обвинили в двух преступлениях и приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Ему назначен штраф в 180 тысяч. Голицын признан виновным в 14 преступлениях и отправится за решетку на 4 года. Он оштрафован на 700 тысяч. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима. И они были взяты под стражу в зале суда. Отметим, фермеры были наказаны ранее всех, оштрафовали на разные суммы. Короткая реклама впереди в нашем эфире. И вот о чем расскажем далее. Не справился с управлением, вылетел в кювет. Два человека в больнице. Один разряда нету дома. Из-за молнии сгорело имущество у семьи в Кинишме. Расскажем, как помочь. Бородатая неясыть в Ивановском зоопарке отказалась заботиться о потомстве. Кто взял на себя роль нянек? В Иванове с аншлагом прошел отчетный концерт хореографического коллектива «Лисенок». Так воспитанники почтили память своего педагога Валентины Лисовской. Вы смотрите программу «Губерния» и мы продолжаем. В Ивановскую область пытались завести трех птенцов краснокнижного орла. Контрабандисты задержали саратовские пограничники. Во время проверки фуры пограничники услышали писка и нашли в отсеке для инструментов трех редких птиц. Как сообщает телеграм-канал МЭШ, 26-летний водитель ехал в Шую из Узбекистана. За пернатую контрабанду мужчине грозит до семи лет тюрьмы. Птенцов краснокнижного орла передали в национальный парк Хвалынский и Саратовской области. Сейчас от ЧП в Кохме в гаражах обнаружено тело подростка. Нашли его приятели-ровесники, которые ранее договорились о встрече там. 3 июня в заброшенном строении в городе Кохме было обнаружено тело 13-летнего мальчика. По данному факту, Ивановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователями приведен осмотр места происшествия, а также тело погибшего, по результатам которого признаков насильственной или криминальной смерти не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе предварительного следствия также будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается. На квадроциклах на красной в выходные, нарушая правила движения по городу, гоняли квадроциклисты. Четыре квадроцикла, два без номеров. Безбашенных ездоков заметили в воскресенье на улицах Иваново. По словам очевидцев, они ездили на бешеной скорости. Игнорировали все правила дорожного движения. Четырехколесная мототехника хаотично передвигалась по дороге, создавая аварийные ситуации. Водители проезжали на запрещающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Ну а теперь хроника дорожных и пожарных происшествий в нашем эфире. 4 июня около 16 часов в Фурмановском районе возле деревни Панино водитель не справился с управлением и съехал в Кювет. Пострадали двое. Один из них не мог выбраться из автомобиля самостоятельно, его зажало. Спасателям пришлось извлекать пострадавшего из машины с помощью гидравлического инструмента. Затем его передали медикам. В субботу во время сильной грозы в поселке Палих молния попала в стену частного дома. Начался пожар. Хозяин сумел справиться с огнем еще до прибытия пожарных. Также 3 июня в Кинишме загорелся частный дом. По словам очевидцев, возгорание произошло из-за удара молнии. Она прошла по антенне. В доме проживала семья Илюшенковых. В момент возгорания там находилась только 14-летняя девочка Агата. Родители были на работе. Девочка услышала сильный хлопок, после чего на кухне загорелся провод от телевизора. Агата попыталась потушить огонь, но ничего не вышло. В панике она позвонила маме и выбежала на улицу. Агата успела отвязать уличного пса. В огне погибли три кошки и маленькая собачка. Сейчас семья живет в гараже. Бытовая техника полностью сгорела. За дом еще не выплачена ипотека. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Семье Илюшенковых требуется помощь. Реквизиты мы указали на нашем сайте Ивановый Ньюс. 3 июня в половине второго ночи спасателям сообщили о пожаре в деревне Ярлыково Ивановского района. Когда огнеборцы прибыли на место, горели дом, хозяйственный двор и автомобиль. Огонь угрожало соседним строением. Пламя повредило имущество на общей площади 120 квадратных метров. Никто не пострадал. Ну и еще об одном необычном ДТП. Оно произошло в деревне Калачево Ивановского района. Мужчина протестуя против тренировок мотоциклистов на автодроме буквально бросился под мотоцикл с фразой «Сейчас все будет». Как сообщили в ГИБДД, около 12 часов дня в воскресенье мужчина вышел на гоночный трек автодрома ДСААФ. Встал на пути тренирующегося мотоциклиста и был сбит. Спустя несколько часов обратился в травмпункт. Там у него зафиксировали сильный ушиб и вывих колено. Отмечается, что мужчина был в состоянии опьянения. Сейчас на мотоциклиста составлен протокол за оставление места ДТП. А вот сам пострадавший будет наказан за нарушение правил дорожного движения. К слову, пострадавший герой этого видео сам прислал его к нам в редакцию. И пояснил моим коллегам с сайта Иванова Ньюс, что его опасный выход на трассу – это протест против тренировок, которые время от времени там проводят мотоциклисты. Бородатая неясать в Ивановском зоопарке отказалась заботиться о потомстве. И чтобы спасти малышей, орнитологи взяли на себя роль родителей. Вторым домом для птенцов сейчас временно служит не уютное гнездо, а обычная картонная коробка. Трех малышей бородатой неясыти из-за капризов кровных родителей сотрудники зоопарка решили перевести на искусственное кормление. Как известно, совы в Ивановском зоопарке живут много лет и ежегодно удачно высиживают яйца. А вот заботиться о птенцах, находясь в комфортных условиях и при регулярном питании порой не хотят. Тогда на помощь хищным птицам приходят орнитологи. Сейчас сотрудники зоопарка опекают детенышей практически круглосуточно. Как птенцы подрастут, их переведут в общий вольер. Воспитанники студии балета «Лисенок» почтили память бессменного руководителя Валентины Лисовской отчетным концертом. Как он прошел, расскажем далее. В Ивановской филармонии состоялся отчетный концерт студии классического балета «Лисенок». Более 30 лет назад школа открыла свои двери для всех желающих и существует до сих пор. Концерт устроили в честь руководителя, известного ивановского блитмейстера Валентины Лисовской, ушедшей в марте этого года. Композиция «Времена года» – зима Антонио Вивальди. Именно этот номер – визитная карточка «Лисенка». С него и начинался отчетный концерт. А это эмоциональная композиция «Ава Мария», исполненная Ильяной в образе ангелочка. Ильяна – внучка известного ивановского модельера Татьяны Савосиной. Валентина и Татьяна были не только коллегами, но и близкими друзьями. Как отметили зрители, символично, что именно Ильяна стала ангелом, сопровождающим этот номер. В программе концерта были номера, которые поставила сама Валентина Лисовская, а также ее дочь Станислава. А выступления учеников и выпускников школы сопровождались овациями зрителей. Юлия Семина, телекомпания «Барс». Более сотни певцов и танцоров из разных регионов в минувшие выходные облачились в рубахе, сарафанной кокошнике. Июньская карусель прошла в Гаврилово-Пасадском районе. Спустя десятилетия фольклорный фестиваль вернулся на свою историческую родину в поселок Петровский. И, как обещают организаторы, останется там навсегда. Участниками юбилейного 20-го конкурса стали 16 творческих коллективов и солистов из Ивановской, Владимирской и Московской областей. Конкурсанты, среди которых были как взрослые, так и дети, завивали березку, подели хороводы, а также спускали огромный венок по нерли. И, конечно же, пели и так рассказывали о народных традициях. Главный приз фестиваля взял детский фольклорный ансамбль «Канарейчка» из города Юрьевпольский Владимирской области. Ну и под занавес выпуска расскажем о погоде. Во вторник в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем плюс 17-19 градусов. Ветер западный 24 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 45%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет дождливо и пасмурно. Повышение температуры пока не предвидится. Ну вот такими были события этого дня. Я с вами на этом прощаюсь и желаю всего самого доброго.